В этот день, 4 ноября 1708 года, украинский гетман Иван Мазепа объявил расторжение союза с Петром I и двинулся на соединение с войсками шведского короля Карла XII. 4 ноября 1794 года Александр Суворов занял предместе Варшавы. Этим закончилось польское восстание и более чем на 100 лет исчезло польское государство. 4 ноября день Казанской иконы Божией Матери. И в этот же день в честь освобождения Москвы от польско-литовской интервенции отмечается День народного единства. В июле 1610 года, после того, как был неизложен царь Василий Шуйский, группа бояр образовала временное правительство, получившее название Семибоярщины. Бояре провозгласили русским царем сына польского короля Сигизмунда III. И в ночь на 1 ноября 1610 года впустили в Москву 8000-е польское войско. Поляки заняли Кремль и Китай город с их каменными стенами. Вероятно, эти события стали кульминацией всей великой смуты. Россия без царя и даже без династии, разоренная со столицей, занятой иностранцами. И именно это стало отправной точкой всенародного возмущения, когда с декабря 1610 года патриарх Гермоген принялся рассылать во все стороны грамоты с призывом подняться против литовских людей. Центром формирования первого и второго ополчений стали Нижний Новгород и Ярославль. Тогда там находилось сердце русской цивилизации. Первое ополчение окружило польско-литовский гарнизон в русской столице в марте 1611 года. Однако у них не хватило сил для штурма мощных укреплений. Тем временем в Нижегородском посаде началось формирование второго народного ополчения. Организатором его стал земской староста Кузьма Мини. Командование же войском поручили князю Дмитрию Пожарскому. К двум лидерам стекались люди из северных и западных городов, с поволжья, юга России и Сибири. В состав ополчения наряду с русскими вошли татары, чуваши, некоторые другие народы. Численность армии достигла более 10 тысяч человек. Поляки уговаривали, а затем принуждали патриарха Гермогена направить грамоты в Нижний Новгород с призывом не идти на Первопрестольную. Но патриарх категорически отказался, за что в сущности поплатился жизнь. А войско Пожарского, вооруженное и обученное, в конце июля 1612 года выступило в поход на Москву. Подойдя к столице, ополчение вступило в сражение с армией литовского гетмана Хаткевича, которого польский король послал на помощь с обвозом провизии к осажденным в Москве полякам. Битва началась в конце августа 1612 года и продолжалась три дня. По воспоминаниям Пожарского, враг наступал жестоким обычаем, надеясь на множество людей. Успех в бою несколько раз переходил из рук одной стороны к другой. В войсках Хаткевича поддержали осажденные поляки, со стен кремляне обстреливали ополченцев из пушек. Но последние не только не отступили, но и захватили у противника знамена. Битва стала поворотным событием смутного времени. В западных хрониках отмечалась. Поляки понесли такую потерю, что ее ничем уже нельзя было вознаградить. Колесо Фартуны повернулось, надежда завладеть московским государством рушилась. Осажденные не получили провизии, в Китай-городе и Кремле начался страшный голод. Рассказывали, что поляки убивали и пожирали друг друга. По воспоминаниям очевидцев, кое-кто из них напал даже на своего главнокомандующего, чтобы съесть его. Только тогда, в ноябре 1612 года, польский гарнизон пошел на капитуляцию. 4 ноября в праздник иконы Казанской Божией Матери князь Пожарский принес обет, построив в Китай-городе Москвы Казанский собор. А праздник был отмечен крестным ходом в освобожденной столице. Освобождение всей Руси в ноябре 1612 года еще не закончилось. Сражения продолжались. Однако Кремль был духовным центром страны, в нем же находилась резиденция московских государей. Поэтому вступление в стены Кремля стало знаковым событием, символом русского единения и возрождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова